В Татьянин день омские студенты получили подарок от регионального министерства по делам молодежи. 25 января в областном центре «Химик» для молодых и активных открылась площадка свободного общения. У нас все будут предоточены в нефтяниках проводить встречи, образовательные площадки, обсуждения и презентации проектов. Оно обеспечено таким вот замечательным экраном телевизионным, который позволяет проводить презентации. Также здесь есть возможность подключения ноутбуков для постоянной работы. Ну и самая важная, неотъемлемая часть любого молодежного пространства – это, конечно же, сеть интернет, Wi-Fi. Молодежный центр «Химик» многие годы – дом родной для областного студенческого отряда, омских КВНщиков, цирковой и хореографической студии и многих других молодежных объединений и организаций. Теперь в этих стенах будет рождаться еще больше новых идей и инициатив. Мы с ребятами, с волонтерами будем приходить сюда. Очень полезно проводить время, решать какие-то вопросы, потому что на улице зима, хочется где-то посидеть, может быть, полазить в интернете, здесь есть бесплатный Wi-Fi, решить какие-то вопросы, проблемы. Тем более мы с ребятами будем разрабатывать какие-то новые идеи, новые стратегии нашего волонтерского движения. Площадка для студентов очень приемлемая. Я думаю, что этот формат мы будем развивать, развивать здесь в городе, развивать в районах, потому что у нас есть такие же площадки и спортивные объекты, где мы можем таким же образом все это сделать. После открытия нового зала все присутствующие были приглашены на круглый стол на тему развития студенческих инициатив на территории Омской области, где представители активной молодежи смогли задать свои вопросы министру. В течение часа обсуждались самые разные темы, от учебного процесса и организации досуга до активных занятий спортом. В завершении встречи министр призвал омских студентов вести активный и здоровый образ жизни, а также пригласил ребят 7 февраля в СКК Блинова, где состоится прямая трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.